В придорожном кафе Генацвале избит депутат муниципалитета Миша Ахалтян. С отрясением головного мозга он был госпитализирован. Со слов самого народного избранника, по пути из Ростова он и трое друзей заехали поужинать. При выходе из заведения на них напали около 30 человек. По словам хозяина кафе, конфликтующие стороны знакомы. Это была запланированная встреча в заведении. Утром на автодороге Ярославль-Рыбинск в районе поселка Октябрьский и пассажирский пазик вылетел в кювет. В салоне находилось около 10 человек. Все они работники птицефабрики, есть пострадавшие. Пазик объезжал сломанную легковушку. В 99-е в этот момент находился человек. После ДТП ему пришлось выбираться из салона через окно. Степень вины у участников аварии теперь предстоит установить сотрудникам ГИБДД. Жители деревни Суринска и Ярославского района ждали этого много лет. На юго-западной окружной дороге начались работы по монтажу светофора и остановочных комплексов. Сейчас подготавливают площадки для обустройства. Отметим, место у деревни Суринска печально известно. Многочисленные аварии, гибель под колесами пешеходов. Местные жители уже буквально кричали о помощи. Ждать осталось недолго. По плану закончить дорожные работы должны к середине мая. Кстати, региональные казни они обошлись в 6 миллионов рублей. Бороться с должниками судебным приставом станет проще. Федеральным законом ведомству расширили полномочия. Нововведения касаются прежде всего розыска должников. Отныне приставы официально могут запрашивать о них полную информацию в любом кредитном и даже образовательном учреждении, а также в силовых ведомствах. Кроме того, без разрешения попавшего на карандаш собственника сотрудники ведомства смогут осматривать имущество и требовать у его хозяина документы, чтобы установить личность. Прибрались перед Пасхой. Территорию вокруг церкви и Пораскивую Пятницу на Туговой горе привели в порядок жители Фрунзенского района совместно с администрацией. Место здесь примечательно многочисленными мемориалами. Памятник воинам князя Константина, павшим здесь в 13 веке, захоронения советских солдат, а также мемориал блокадникам Ленинграда. Порядок наводили даже школьники. Мусор теперь вывезут с помощью спецтехники. А время субботников на этом не заканчивается. Они ежедневно проходят по всей области. Общегородской субботник в Ярославле пройдет 26 апреля. «Ярославский писатель» серию книг под таким названием презентовали в стенах Некрасовской библиотеки. Шесть книг ярославских литераторов увидели свет благодаря экспертному совету по изданию, который был учрежден правительством области в 2010 году. Было подано около 50 заявок на публикацию. Некоторые издания были отмечены в литературных кругах России еще до презентации. Например, на книгу Эммы Марченко «Возраст» была опубликована весьма лестная рецензия в литературной газете. Серия книг «Ярославский писатель» будет пополняться с каждым годом.